Юбилейный турнир по спортивно-бальным танцам, ставший ярчайшим мероприятием района, собрал рекордное количество участников – около двух тысяч. И это не считая зрителей и болельщиков. На паркет выходили и начинающие танцоры, и неоднократные победители соревнований. Слово нашему корреспонденту Татьяне Акимовой. Перед выходом на паркет еще одна отработка недочетов и ошибок. Эта пара, Ира и Максима, сложилась недавно, но ребята быстро научились понимать друг друга. Иногда бывают ошибки небольшие. Да, иногда начинаем, конечно, ругаться, ну да, что-то неправильно сделаем, но так вообще абсолютно все хорошо получается. Начинающие спортсмены стали самой многочисленной категорией танцоров. Они выступали в паре и соло. В танцевальной программе были представлены и зажигательные ча-ча-ча, и не менее чарующий вальс. Чуть позже сразу на двух площадках развернулось красивое сражение более опытных спортсменов. Танцевальное двоеборье латиноамериканская и европейская программы впечатляло. Ну и, конечно, самым ярким номером этого дня стало показательное выступление призеров и победителей международных соревнований чемпионов России по спортивно-бальным танцам. Посмотрев на выступления профессионалов, начинаешь сожалеть, что не умеешь так же, но путь к успеху никогда не бывает простым. Главное – не опускать руки, считают мастера. Самое главное – верить в себя и не сдаваться, и работать, работать, работать. Ну и немаловажно, соответственно, регулярные занятия, стабильные, без всяких отговорок, да, труда, скажем так, стремления даже. А еще думать о головой, что ты танцуешь, а еще подвигать ногами. А главное – надо слушать свое сердце, нравится тебе или нет. Открытые соревнования Ленинского района в этом году проводились в пятый раз. Первый серьезный юбилей турнир отметил небывалым количеством участников – около двух тысяч человек. Российский турнир у нас есть, судьи есть из Ярославля, из Твери, из Дзержинский, Белгород, Брянск, из Уфы. У нас в регионе нет такого зала, и наши смоленские детства сегодня в большом-большом восторге. И я хочу выразить благодарность организатору турнира за приглашение. Проведение подобного мероприятия достаточно важно для развития танцевального спорта в области. Именно с таких праздников начинается другая жизнь юных конкурсантов, которые только делают первые шаги в мире танца. На стыке спорта и культуры как раз тренируется тело, тренируется душа. А мы, конечно, рады. Мы рады тому, что у наших детей есть большое, хорошее будущее. Видное уже заслужил славу танцевального города. И в следующие выходные Дворец спорта станет одной из площадок всероссийских соревнований. Татьяна Акимова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.